Пасха в 2024 году будет праздноваться 5 мая. В преддверии крупнейшего православного праздника мы решили рассказать вам о традициях и символике пасхальной сервировки. Ведь Пасха это не только время радости и празднования, но и время особенных обрядов и обычаев. Друзья, здравствуйте! Меня зовут Петр Осипов, и я приветствую вас на канале Посуда Март. Мы знаем все о премиальной посуде и не только о ней. Как я уже сказал выше, сегодня поговорим о пасхальной сервировке. Я покажу вам несколько коллекций посуды с пасхальной тематикой и расскажу, чем можно украсить праздничный стол. Пасха один из самых светлых и радостных праздников в году, даже для невоцерковленных людей. В этот день каждая семья старается украсить свой дом и приготовить вкусные блюда. Я, например, обожаю куличи и с нетерпением жду, когда можно ими объедаться. Для оформления пасхального стола используются различные предметы, которые символизируют воскрешение Христа и наступление весны. Пасхальная сервировка – это не просто набор предметов, это настоящее искусство. Для создания праздничной атмосферы используются различные элементы. Крашеные яйца – символ возрождения и новой жизни. Пасхальные кролики – олицетворение плодородия и изобилия. Цветы – знак пробуждения природы после зимнего сна. Свечи – символ света и тепла. Немаловажную роль играет и посуда, которая при этом используется. Предлагаю вам первый вариант жизнерадостной и молодежной пасхальной сервировки от французского бренда Le Cruze. Я взял набор подставок для яиц, тарелки для салата, которые вы можете использовать как обеденные или десертные, и керамические кружки, подходящие к тарелкам. С помощью такой подборки вы сможете создать атмосферу праздника и весны. Разноцветные подставки для яиц позволят каждому человеку, сидящему за столом, выбрать тот цвет, который ему нравится, и наделить его своим символизмом. Желтые предметы коллекции будут олицетворять наступившую весну и теплое весеннее солнце. Тем более они так и называются – солей, что по-французски значит солнце. А зеленые предметы – обозначать расцветающую природу, которая пробудилась после зимней спячки. Тем более, что к 5 мая, я думаю, цветение будет в самом разгаре. На тарелках подадите праздничные блюда и, конечно, пасхальный кулич, а в кружке нальете любимые напитки – морс, компот, сбитень или медовуху. Другие цвета тарелок и кружек, а также салатников и глубоких чаш вы найдете на нашем сайте. Оранжевые, лазурные, синие, красные, розовые, серые – выбирайте на свой вкус. Придумывайте самые яркие и безумные цветовые сочетания. Следующий вариант сервировки – от бренда Edelweiss. Это итальянская марка, а итальянцы знают толк в красивой посуде. Итак, давайте смотреть, что входит в нашу подборку. Блюдо для кулича, но тут все понятно. Идеально для подачи пасхального кулича. Можете подать кулич целиком или разрезать его на порционные кусочки. Это как вам угодно. Далее подставка для яиц, вернее подставки. Я взял два варианта. На 8 яиц вот такое, в форме петуха. Даже с помощью одной такой подставки вы уже сможете превратить повседневный стол в праздничный. И вот такое блюдо на 12 яиц, классическое круглое. Можно взять два, и то, и другое, в виде яиц на Пасху много не бывает. Кто-то красит по старинке в луковой шлухе, а некоторые делают из яиц произведение искусства, изображая на скорлупе целые картины. Так почему бы не подать эти шедевры на красивой посуде? Ну и завершает эту коллекцию салатник в таком же стиле. Яркие цвета и качественная итальянская керамика по достоинству украсит ваш пасхальный стол и помогут усилить праздничное настроение. Двигаемся дальше, и следующим нам накрывает стол Соединенное Королевство в Великобритании и Ирландии. А если точнее, то бренд Grace by Tudor. Производство почти 200 лет, так что толк фарфора и посуде они точно знают. Для сервировки я взял десертную тарелку. На ней удобно будет подать кусочек кулича или другие десерты, приготовленные вами к праздничному столу. Сервировочную тарелку прекрасно подойдет для сервировки основных горячих блюд или закусок. Салатник, говорит сам за себя, все салаты ему. И чайную пару, чтобы после сытного и праздничного обеда или ужина насладиться любимым чаем с кусочком пасхального кулича. Эта фарфоровая посуда не задумывалась именно как пасхальная, но этот декор в виде петушков и курочек, занятых различными делами, по-моему, прекрасно подойдет для пасхальной сервировки. А когда праздник закончится, вы можете использовать эту посуду для повседневной сервировки в модном начистили-кантри. Эта коллекция идеальна для неформальных обедов в кругу семьи и друзей. Изделия серии добавят нотку уюта и романтики в ваш дом, привнесут простоту и очарование жизни за городом. И последняя коллекция на сегодня от вашего любимого бренда Mix & Match Home. Что-то у нас все петушки да курочки, а про пасхальных кроликов мы забыли. Так вот и они. Посмотрите, какие милахи. Все предметы коллекции, которые мы взяли, это самые свеженькие новинки. Так что у вас есть возможность в числе первых обзавестись эксклюзивной посудой. Смотрим, что у нас тут. Глубокая тарелка для первых блюд. Обеденная тарелка для вторых блюд. Порционный салатник, соответственно, для салатов. И для напитков у нас кружка и чайная пара. Все предметы выполнены из роскошного костяного фарфора в лаконичном дизайне, который вы сможете использовать не только для пасхальной, но и для повседневной сервировки. Такая посуда прекрасно впишется в любой кухонный интерьер и будет сочетаться с предметами из других коллекций. Например, с базовой белой посудой. Создайте свой уникальный авторский сервиз. Вы можете дополнить свою сервировку посудой из этой же коллекции или сделать микс из разных. Решать в любом случае вам, ведь сервировка стола – это своего рода творчество. И каждая хозяйка, как художник, создающий уникальные произведения на своем обеденном столе. На этом на сегодня все. Мне осталось лишь попросить вас поставить этому видео лайк и не забыть подписаться на канал, если еще не подписаны. Теплой вам весны и веселых майских праздников. Пусть ваш пасхальный стол будет наполнен радостью, любовью и традициями. Пускай каждый элемент сервировки напомнит вам о важности этого светлого праздника. С вами был Петр Осипов. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»